cloud edge это все что связано с эволюцией дальнейшей пакетного ядра но соответственно ядро ориентированной услуги это наша концепция дальнейшего валют дальнейшей эволюции пакетного ядра и соответственно начнем мы с азов что сейчас происходит в мире наверное не секрет вы сами являетесь свидетелями этого процесса как наши сети сейчас меняются если изначально сети которые мы строили были ориентированы на две услуги основная из них голос до 2 смс два приложения соответственно обычный телефон ну там в районе 12 килобит секунду продача данных это вот наши сети gsm да там но других странах может быть там писи пи чс это вот например в японии такая сеть была им первые реализация сидимой сети 1x основная задача этих сетей было дать качественно голос нашему подписчику нашему абоненту следующий этап это наверное как уже все помнят 2007 год активное развитие и распространение сети третьего поколения с возможностью передачи данных и здесь у нас начало произошел такой наверное эпохальный поворот наши сети начали строиться из задач дать нашему абоненту как можно лучшие показатели по передаче данных чем к этому году мы подошли а мы подошли с очень наверное значит такими значимыми изменениями на рынке первую очередь появился устройство абонентского типа да которое перевернуло сознание людей облегчило и упростило использование возможности сетей мобильных сетей это смартфон да вот первые смартфоны как раз где-то в районе 2007 года ну по крайней мере эпловские появились как раз в 2007 году появилась возможность передавать достаточно неплохо на абонента 3 до 3 и 6 мегабит секунду ну и примерно одна тысяча приложений которые были доступны на рынке к этому году приложений как для работы так и для развлечений и сейчас мы с вами находимся в очередной на очередной точке поворотные мы тоже на на видим что сети сейчас в принципе уже исчерпали вас свои возможности по именно в представлении голоса и данных да сейчас основное направление иначе понимание у оператора происходит это как дать услугу вообще я в нее включается и услуга по голосу и услуга передачи данных да как дать ее наиболее эффективно с максимальным впечатлением для абонента вот это главная задача исходя из этого сейчас изменения происходят на сетях строится но новое поколение сетей с помощью опять же тех же концепций dn и nfi что позволит нам дать наиболее качественную услугу нашему абоненту но с чем мы пришли к пятнадцатому году на руках у наших абонентов порядка двух миллиардов смартфонов эта цифра растет опять же изо дня в день возможно обеспечить до 300 мегабит секунду на пользователя но понятно сетях lte advanced при агрегации несущих но это в принципе достижимо и уже реализовано на некоторых сегментах сетей операторов ну и порядка пяти миллионов разного рода приложений которые сейчас у нас опять же доступно на разных родом маркетах и так сейчас мы как раз живем в эпоху перемен перемен на сетях соответственно построение сети исходя из задач дать максимально качественную услугу нашему абоненту что произойдет в будущем но мы считаем что это примерно 25 год когда произойдет активно развертан сетей пятого поколения когда на рынке будет уже соответственно главенствовать технологии айоти точнее интернет of things когда наша любая вещь практически сможет выходить в интернет и будет подключена к интернету будь то одежда будь то какие-то домашние приборы бытовые когда на абонента возможно будет обеспечить до 10 габит секунду опять же сетях пятого поколения и когда будет на рынке порядка 50 миллионов приложений которые опять же возможно ли использовать в разных варианциях и для разных задач вот куда когда произойдет это скажем так произойдет наступление 25 года куда сети будут развернуты куда они соответственно начнут развиваться мы пока не имеем представления но потому что еще пока нет понимания что произойдет в сознании данных как сформируется общество и куда наибольший интерес будет проявлен соответственно живем с 15 годом и соответственно наша задача сейчас строить сети исходя из того как нам дать наиболее эффективно услугу нашему пользователю нашему абоненту ну соответственно исходя из этого мы и строим сегодняшние сети создаем наши предложения для оператора соответственно что еще хотелось бы добавить что повлияет и повлияло на известное развитие да вот и наши скажем нашего решения первую очередь конечно же три составляющие которые будут формировать дальнейший телеком соответственно дальнейшее представление услуг на рынке как я уже говорил это интернет of things или массивные подключения что здесь требуется здесь требуется сверхниз к энергопотреблению этих устройств и сверхниз к стоимость этих устройств тогда в этом случае соответственно будет выгода по использованию vin к комплекс на выгода по использованию этих решений ну соответственно здесь должно быть полностью проработанный протокол как на радио так и на собственно воде по возможности обработки этих вот максим но подключений массивная это сильно массивное подключение, когда на сектор возможно до десятков, а то есть сотен тысяч подключений одновременных. Соответственно, вот такая вот задача стоит перед нашими сетями. А второй момент – это экстремально мобильный broadband. Ну, всем, наверное, понравился вот такой вот экранчик с разрешением 4К, когда отлично, многие бы задумались бы дома такой поставить, было бы неплохо. Это называется экран mirrors. Это возможность расширения существующего пространства, когда можно эмулировать практически любое изображение с сверхвысоким качеством и полное вовлечение в действительность происходит в этот момент. Вот один из примеров такого mirrors. Это, опять же, решение компании Huawei, оно, в принципе, уже доступно на рынке. И здесь, возможно, соответственно, чем более высокую производительность вы обеспечите на канал, тем больше разрешения у вас получится при демонстрации видеоизображения, тем больше вы будете вовлечены в эту действительность, тем больше вы в нее поверите. Ну, к примеру, для того, чтобы создать полноценную виртуальную реальность со всеми ощущениями по запаху, по тактильным ощущениям, необходима порядка гигабита на пользователя. Что дадут сети пятого поколения? По большому счету мы получим всплеск производительности от 10 мегабит на пользу, что сейчас, в принципе, можно гарантировать на сетях, до практически 10 гигабит на пользу. И в тысячу раз у нас повысится производительность на сетях пятого поколения. Ну и третий момент, тоже очень важный, как бы один из третьих китов, на которых будут строиться сети нового поколения, это решение для критически важных задач, так называемый critical communication. Что сюда входит в это понятие? Ну, конечно же, это возможность управления движущимися объектами. Очень важный момент, да, сейчас наверняка вы тоже будут свидетелями изменения на рынке автомобилестроения, когда практически почти каждый вендор, который создает новые модели, они заявляют о том, что буквально в ближайший год, два-три, появится автомобиль, который смогут быть управляемы с диспетчерского центра. Что для этого необходимо? Ну, конечно же, особая высокая степень безопасности. Ну, необходима гарантированная доставка этого сигнала, особенно при регулировке движения движущимися объектами. Второй момент, ультравысокая надежность, тоже очень важный момент, как минимум пять пятерок по отказу устойчивости. Ну и, конечно же, сверхнизкая задержка от 10 миллисекунд, которые сейчас у нас есть, до 1 миллисекунды. Что сейчас, в принципе, мы можем обеспечить? Ну, например, если сейчас на сетях LTE давать возможность управлять объектами движущимися, то средняя задержка на сетях LTE это примерно 50 миллисекунд. Так вот, если автомобиль движется скоростью 60 километров в час и, соответственно, дать команду ему на остановку, то это примерно, с учетом задержки, составит примерно 1,6 метра тормозного пути. А если будет хотя бы 10 миллисекунд задержка, то тормозной путь составит всего 16 сантиметров. В 1 миллисекунду практически мгновенно будет получен сигнал, автомобиль практически мгновенно может быть остановлен. Вот такие вот моменты очень важные, особенно в рамках решения критических важных задач. Ну и, соответственно, исходя из этого, наша задача построить сеть, так называемую в концепции Better Connected World. Наиболее, наверное, лучше подходит обобщение, как наилучший подключенный мир, или мир становится лучше после того, как он будет подключен к сети. Можно и так это трактовать. Соответственно, здесь задача, одна сеть для всех соединений, неважно какой тип доступа у вас, у вас должно быть ядро, которое позволит вам этот доступ обеспечить. С максимальной шириной полосы, с минимальным задержками, с гибким биллингом, с удобной мобильностью, с максимальным ускорением, с, естественно, самой высокой безопасностью. Ну, еще один момент, очень важный, на что мы делаем ставку обязательно, это возможность выделения слоя на каждого пользователя. То есть вы в сети, особенно в варианте облачной структуры, у вас появляется возможность выделить отдельный слой под каждую услугу, а в перспективе и на каждого пользователя при пользовании этой услугой. Очень важный момент для того, чтобы обеспечить необходимый кост, необходимые производительности и так далее, все вот по списочку. Важный момент, это, конечно, plug-and-play, возможность автоматизации по инсталляции этих вот тулов, программных, хардверных, для того, чтобы облегчить разворачивание сетей этого нового поколения. Ну и, естественно, конечно же, координация каждой услуги. Ну, для этого вот наша система управления, о чем я раньше немножко говорил, система MAN, которая позволяет нам это сделать наиболее эффективно, да и наиболее просто и автоматизировано. Ну вот как это будет выглядеть, не пугайтесь, но все очень просто на самом деле, сейчас вот прям по полочкам разложим и поймем. И вот так у нас три кита, на которых приблизительно в нашем понимании будет строиться телеком будущее и вообще перечень всех объемов услуг, которые будут предоставляться на рынке. Первое, это, конечно, экстремальный мобильный broadband. Здесь два важных слова. Экстремальный и мобильный. Но broadband, само собой разумеется, это, соответственно, широкополосность, максимальная скорость на абонента. Второй момент, это массивное подключение. И тут важный момент, что каждый из этих китов, каждый из этих наборов сервисов обладает своими специфическими признаками, присущими только им. Соответственно, под них необходимо создавать определенные условия для того, чтобы именно такой тип услуг проходил с максимальной эффективностью. Ну и третий вариант, мы с вами тоже про это уже говорили немножко, решение критически важных задач, особенно в плане управления движущими объектами. Что, соответственно, происходит на нашей сети? Что она себя в перспективе должна представлять? Это набор дата-центров, как бы условно, распределенный, соответственно, по разным задачам и по разной масштабируемости. Первое – это уровень региона дата-центры, второй – уровень метра и третий – уровень сайта. Соответственно, на каждом из этих уровней, в зависимости от той, какую задачу мы решаем, мы должны поднимать свои конфигурации, так называемые слайсы, слои, которые позволят нам наиболее эффективно передавать те или иные услуги. Вот эти хотя бы те три базовые услуги, там, конечно, гораздо больше может быть количества. Что будет отвечать за это, скажем так, формирование этих слоев? Ну вот, в первую очередь, конечно, это SEF – Service Enabling Function. Это устройство, точнее программный тул, который делает определение сети, то есть определяет, какой из вариантов услуги сейчас у нас обрабатывается и что под него необходимо сформировать. Определяет сетевую топологию и качество обслуживания по той или иной услуге. Это вот на этом устройстве – SEF. Оно, естественно, напрямую связано с MANA. Его задача MANA – координация ресурсов и с помощью связи с SDN-контроллером выделение этих ресурсов. Что происходит? А происходит после того, как происходит согласование топологии сети в зависимости от того, какой сервис, происходит выделение этого ресурса на контр-плейне – Convergent Control Function и на юзер-плейне – это Service Processing Function. Соответственно, как я уже говорил, что каждый из этих услуг имеет свои наборы специфических признаков, которые необходимо реализовывать. Например, экстремальный мобильный broadband требует максимального Service Processing Function. Потому что здесь broadband – это пользовательский трафик, его максимально нужно. Соответственно, его приближаем ближе всего к пользователю, выносим на уровень сайта, ну и, соответственно, поддерживаем максимально по емкости ближе к пользователю – это уровень метра. А на уровне регион, соответственно, здесь контр-плейн. Задача же массивных причин немножко обратная. Здесь, соответственно, нет таких жестких требований по объему. Соответственно, можно, например, уровень сайта не учитывать, а развернуть на уровне метра, а контр-плейн оставить также на уровне региона. Но вот решение электричественно важно, здесь ситуация обратная. Здесь контр-плейн очень важен. Его нужно, опять же, снести как можно ближе, его выносим на уровень метра, соответственно. Ну а на уровне сайта реализуем функцию user plane. Вот такие вот задачи будут решаться в целом на сети будущего, которую мы предлагаем к развертыванию в ближайшее время. Ну здесь более детально, как дальше у нас будет двигаться это развитие. Сейчас мы находимся вот здесь, традиционная сеть PNF, так называемый physical network function. Вот наш традиционный доступ, MME, синглинг и сервисы Packet Gateway. Cloud Edge, с чем мы будем жить в ближайшее время, 2015-2018 год. Появляется ряд услуг, которые наиболее востребованы, например, одна из них это видео, как вы видели опять же по нашим предыдущим презентациям, да и себя наверняка на сетях, вы ощущаете, что это самая востребованная услуга, особенно в сетях передачи данных. Соответственно, под нее нам нужен определенный тоже инструмент для того, чтобы измечать максимально лучшее в ее прохождении. И вот мы переходим на облачные структуры. Соответственно, облачная структура, состоящая из виртуальных. EAPC, Enhanced Packet Core, который включает в себя наши MME, Gateway, и Virtual MSI, Multiservice Engine. А вот это устройство, программный tool, это устройство, позволящее нам обеспечить максимальное прохождение качественной услуги по видео. Ну, соответственно, и оптимизацию видео, оптимизацию TCP и HTTP. И контроллер, который занимается как раз интеграцией совместной работы наших устройств. Ну, и MANO, который хозяйственным всем управляет. Это вот как бы первая фаза, она тоже будет делиться на две части, мы сейчас позже с вами рассмотрим. И третий момент, это переход на так называемое SOIC, Service Oriented Core, то есть Core пятого поколения, сети пятого поколения, который состоит из наших от SEF, CCF и SPF, Service Enabling Function, Control Function и, соответственно, User Function, ну, возможно, по активации пользовательского трафика. А как это выглядит в виде архитектуры, это эволюция. Сейчас, как я говорю, вот мы находимся в этом месте, у нас есть UGV, уровень региона, PCRF, USN, это как раз на уровне региона. Фаза 1А. Естественно, мы с вами должны понимать, что на период переходный нам необходимо обязательно дублирование работ новых систем в виде виртуальных, да, с нашими физическими системами. Поэтому рекомендуется сделать в виде пула. То есть сделаем в пуле физический gateway с виртуальным gateway, физический USN с виртуальным USN. Что сейчас предлагается, что сейчас активно начинается к развертыванию ведущими операторами в мире. Второй момент. Вынести из этой схемы отдельно виртуальный gateway, отвечающий за контрплейн. Соответственно, это уровень региона. Решение частных задач. Ну и возможности сокращения тайм-то-маркета в этом случае происходит. Ну плюс дать возможность свободной конфедурации уже юзерплейна. Виртуальный gateway с юзерплейном. Ну а фаза вторая, это 18-е годы и дальше, это уже, соответственно, создание SOC, сервиса-ориентед-кора на базе SEF, CCF и SPF. Первый шаг – это Cloud Edge. Опять же, повторюсь, у нас есть Cloud Core. Это все, что отвечает за виртуальный AMS и, соответственно, все, что связано с канальной коммутацией и, соответственно, дальнейшей эволюцией канальной коммутации, переход на IP-шную составляющую и уход в AMS. Есть Cloud Edge. Это все, что связано с пакетным ядром и его дальнейшей эволюцией. Это вот в аберраторах Huawei. Соответственно, наш Cloud Edge состоит из трех основных частей. Ну даже, наверное, из четырех, в принципе, здесь просто манна еще не указана, но все-таки тоже является очень важной частью. Но вот из того, что вам более близко, это виртуальный EPC-инхрань с Packet Core, отвечающий за стандартную функциональность GGSN, MME, PCRF, HSS и возможность Packet Server Gateway. Плюс веемость и это возможность оптимизации сервисов, в данном случае TCP оптимизации, видеоптимизации, фильтринг и возможность поднять пользу Charging Enabling Function на данном устройстве. С помощью виртуального Universal Intelligence контроллера нам это позволит наши ресурсы контролировать и выделять необходимые пропорции. Кстати, контроллер отвечает полностью требования Open Mobile Foundry. Это организация, мы с вами видели она тоже в предыдущей презентации, была основана в 2011 году. Ряд ведущих больших таких вот конгломератов участвуют в работе. Это и Verizon, из операторов до 4.com, это Google, это Facebook, это Microsoft, ну то есть имена значительные. Это как раз все основатели вот этого Open Mobile Foundry. Ну здесь вот архитектура, каким образом будет происходить становление клауд-архитектуры, фаза первая, произойдет, с вами с вами разговаривали про это, о том, каким образом будет разделение на уровне ядра сети на составляющие, когда можно вынести отдельно Cloud Session Database, Cloud Session Load Balancer на уровне ядра сети пакетного, и разделить логику, когда Control Plane у нас единый, да, и User Plane у нас вынесен на уровень региона, с уровня региона на уровень метра и на уровень сайта. Здесь возможность использовать распределенный ГИТВ и какие преимущества дает использование этого решения. Ну мы с вами уже решили, да, что у нас есть возможность использовать, вынести его на более низкий уровень, соответственно, если использовать его только на уровне регион, да, за счет задержек, обработки, особенно связанных с транспортной составляющей, ну, доступ к видео примерно 4-5 секунд, исходя из нашего опыта. Достаточно плохо, да, для восприятия. Все, что хуже 3 секунд, исходя из социальных исследований, для человека считается достаточно большая задержка, и он уже воспринимается с негативным оттенком при ожидании. А вынести уже с уровня региона уровень метра, активация произойдет уже в районе 1 секунды, опять же, уменьшение. Плюс возможность активации на ядре сети с помощью программного модуля функции Virtual MSI, который позволяет нам обеспечить оптимизацию по видео и TCP оптимизации, да, плюс, опять же, это time-to-market более быстрый и возможность поддержать мультивендорность на базе нашего решения. В среднем использование клауд-решения и активации на модуле с помощью программного модуля быстрее примерно на 80% по сравнению с предыдущим стандартным решением. Для чего необходим наш контроллер, Unified Intelligent Controller? Его задача провести некий набор действий, связанных с аналитикой, с активацией ресурса, выделяемого при обеспечении работы между RAN-EPC и PCRF, и провести комплекс Event Processing, обработку сложных событий. То есть, собирая аналитику, обрабатывая эти события, он производит выделение ресурса для взаимодействия с нашими внешними интерфейсами и, соответственно, с внутренними интерфейсами, связанными с RAN-EPC и PCRF. Ну, естественно, все это под управлением в аналитику. Здесь пример приведен по видеооптимизации, как наиболее, наверное, яркий. У нас есть совместный проект с компанией Tencent, это разработчик видеоигр, точнее, игр для смартфонов. И, соответственно, с февраля 2015 года у нас совместная лаборатория по оптимизации предоставления этого услуги. Но в среднем после использования такого контроллера на сети тесты показали, в среднем, например, в 6 раз уменьшила задержка по предоставлению ресурса, сервиса для пользователя. Фаза вторая, переход от Cloud Edge на сервис RAN-EDCORE. Здесь, соответственно, у нас произошло изменение в архитектуре на перераспределение с Control User Plane, когда Control Plane у нас единый User Plane разнесенный произошел. Возможность координации на атом уровне, а атом уровень, соответственно, ресурс выделяется и резервируется на уровне процессоров, почему вынесен именно вариант атом уровня. И возможность сетевой оптимизации по передаваемым данным в плане выделения под каждый из сервисов свой слой, данных, которые будут с специфическими признаками, с специфическими задачами выполняться, реализация этой услуги на абонента. Вот, опять же, наше CF. Это аналог нашего Virtual UIC. Оно тоже для сети SOC, Service-oriented Core, Service-in-added Function, Converging Control Function – это для работы с Control Plane, и Service Processing Function – для работы с непосредственно User Plane. Это каким образом будет выглядеть архитектура с переспределенным Control и User Function для обеспечения лучшего восприятия услуги. Converged Control Function – CCF и Service Process Function. Соответственно, Converged Control Function – как единая точка управления, соответственно, здесь терминация, сэсинбэринг менеджмент, адрес нетворкинг менеджмент, в общем, весь набор связан с управлением и контролем на сети происходит. Плюс обращение к единой базе данных. Здесь возможность обеспечения единой функции Gateway, Access, PCF, Proxy, и возможность inline-сервисов, то есть это антивирус, веб-акцесс, видео-акцесс, firewall, фильтринг, и возможность так называемого Mobile Edge Computing. Это на уровне Service Processing Function. Каким образом это выглядит на уровне Atom уровня, то есть возможность формирования, выделения ресурса на процессорах, как это связано, и это обеспечит, соответственно, больше инновационных сервисов на той же процессорной емкости. Связанные модули, соответственно, возможность объединения общей вычислительной мощности, что позволяет обеспечить большую совокупную производительность. Соответственно, те вещи, которые возможно организовывать на уровне Atom, это биллинг, трафик менеджмент, шеддеринг, контроль трафика, стиринг, это возможность HTTP, ставок разного, оптимизация и обеспечение безопасности. Вот эти вещи могут быть, соответственно, контролироваться на уровне ядра и выделение ресурса производительного уровня Atom. Ну вот здесь, соответственно, сама постройка под тип данных, как происходит расслоение на сети, исходя из каких вот задач, исходя из каких данных производится это расслоение. Первое, приложение, которое запускается абонентом, соответственно, происходит анализ на уровне комплекс-эвент-процессинга, соответственно, это SEP-функция, и аналитика, которая в нашем, соответственно, контроле UI собрана. Соответственно, второй этап, если вы посмотрите, это оптимизация сети под тип данных, то есть мы проанализировали, что потребовалось абоненту, сделали, соответственно, оптимизацию того, что у нас необходимо поднять на наших виртуальных машинах, это, соответственно, с помощью MANO, это какие данные развертываем, производим конфигурацию услуги, определяем протокол и обеспечим in-line сервис организацию данных. Это с помощью, соответственно, уже второго шага по оптимизации сети под тип данных. Третий шаг, соответственно, Management and Network Orchestration проявляет организацию ресурсов. И здесь включается в работу сервис Processing Function и Converged Control Function. Здесь мы их распределяем, соответственно, по регион, метро, сайт на пользователя. Ну и, соответственно, наш пользователь получает максимально возможное качество сопровождения при предоставлении услуги. Ну, вообще, сам алгоритм называется Behind Data, то есть возможность обеспечить до того, как данные будут получены, возможность максимально обеспечить благоприятствие прохождения этих данных. По распространению нашего решения Cloud Edge на NFE платформе всего, соответственно, 4 коммерческих проекта, 20 так называемых POIC, это Proof of Concept, это тестирование на соответствие требованиям, произведено было по миру из стандартов, если говорить именно в область ETSI от компании Huawei поступило 236 основополагающих вкладов, это наибольшее количество, 17% от всего от всех зарегистрированных вкладов по созданию стандарта, но мы можем с полным основанием считать себя создателями фиктуры в данном случае. Получена нами была награда за наше решение Total Telecom как лучшее инновационное решение в области инфраструктуры, это в конце 2014 года. Добавлю, что получили мы еще за активное участие в разработке NFV решений буквально на LTE форуме, саммите, точнее в Амстердаме, буквально который проходил две недели назад. И там же, кстати, мы получили награду за лучшую еще и сеть в OSO LTE, это функция Enhancer VCC, это за гонконгскую сеть с как бы самыми лучшими показателями по представлению голосовой услуги. Ну и по анализу группы Current Analysis компания Huawei уже два года находится в лидерах по разработке решений NFSDN, соответственно, по возможностям развития самой компании. Это, соответственно, география, где представлены те или иные решения, если посмотрите, красным обозначены коммерческие контракты, желтым это, где уже тесты проведены, окончание профо-концепт тестов, и зелененьким там, где, соответственно, ведутся в данном случае работы по тестированию. Ну, интересная вещь, я бы сказал, что в результате большого объема тестов и решения этих задач был получен такой интересный вывод от операторов, что интеграция кросс-уровневой системы, имеется в виду полноценная, если с переходом на сок решения, с Rated Core, очень сложная для операторов, скажем так, из 20-ки, даже не TR-100, а TR-20, и вообще начальная стоимость достаточно очень высокая получается в этом случае, в рамках одной стороны, поэтому требуется такое универсальное решение под ключ, которое позволило бы оператору, скажем, постепенно интегрировать это решение с минимальными затратами. По индустрии, как мы соответствуем тем или иным требованиям, здесь два направления, которые местами пересекаются, местами несколько противоборств друг с другом, ну вот это вот стандартизация, есть организации, которые отвечают от RGPP, ETCI, это телекомовские организации, которые тоже активно участвуют в процессе создания, так называемой, SDO, стандартообразующей организации, стандартоопределяющей организации. Соответственно, в рамках ETCI, это сейчас уже проходит тестирование NFE фаза вторая, если помните, разберение на фазы, да, у нас, соответственно, выход уже на, так называемые, сок сети, и здесь NFE Evolution, полноценный сервис oriented core. В рамках 3GPP, это релиз 13, в рамках которого мы можем говорить о полноценном NFE ядре, Net-of-Function Virtualization, с поддержкой функции 4.5G. Дальнейшее развитие, релиз 14 и 15, это, соответственно, new core, сок, так называемый, в рамках соответствия 5G требований, сетей пятого поколения. Параллельно мы очень активно сотрудничаем, соответственно, с open source, то есть с группами, которые, ну, наверное, тяготеют к решениям, связанным как Linux, с открытым ядром, да, с возможностью open взаимодействия, здесь и open stack, open FF, и head up, и onus, достаточно большое количество, здесь мы активно в качестве стандарта де-факто используем в текущих мобильных стандартах, то есть проводим, скажем так, сопряжение стандартов между собой, то есть стандарты, заявленные в TCI и THBP и в open source, то есть пытаемся соответствовать и тому, и другому. Достаточно большой вклад относится в развитие экосистемы, есть у нас, так называемые, понятия открытых сетей, там, где мы можем предложить нашим пользователям, в данном случае операторам, тестировать те или иные решения, те или иные задачи состоят от операторов, такие есть базы в Шенчжене и в Шанхай и большая лаборатория национального США. Совместная работа с Tencent Games это по ускорению игры для смартфонов, опять же, если есть требования, у нас есть очень хорошие связи и совместная лаборатория. Есть такие наработки с YouTube для ускорения видео, с Alibaba это возможность интеграции к CDN, Content Delivery Network, Skyfire это интеграция оптимизации видео и Trend Micro это интеграция модулей безопасности. Плюс, большая работа проводится по интероперейшнам, межвендорному взаимодействию, возможности совмещения работы, соответственно, разных модулей от разных вендоров в единой работе. Вот по Virtual Netter Function, соответственно, совместно с Ericsson, NSN, Alcatelucin, CISCO. По операционным системам Citrix и VMware. По Hardware это Juniper, HP, NECO, IBM, Cisco, IMC, Quadrat. Ну а с MAN у нас активно тестирование проводилось, если помните, в презентации на сети NTT DACAMO это с Alcatelucin совмещение. В Германии лаборатория тренировочная, а Сиань, там где большая интеграционная лаборатория у нас, как раз по совмещению работы с оборудованием разных вендоров, программными модулями разных вендоров. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА